Приветствую вас. Вы знаете, вот по вашему сообщению я так увидел, что вы давно не были с мужчиной в нормальных отношениях и отдельно хотите любить, отдельно хотите быть любимой. Но у вас явно есть определенные проблемы. Проблемы эти связаны с тем, что, во-первых, вы в мыслях допускаете возможность связать свою жизнь с женатым мужчиной и тем самым поставить себя на вторую роль. Человек делает это в двух случаях, естественно, между собой связанных. Первое. Это когда у него проблемы с самооценкой, есть неуверенность в себе и второе, когда есть потребность. В вашем случае это потребность в доверительных нежных отношениях. Я хотел бы у вас спросить, для чего вам эти отношения доверительные, нежные и так далее? Для чего они вам? Если у вас есть определенные потребности, то есть некий идеал удовлетворения этих потребностей. И вы волей-неволей будете подгонять человека, реального человека, а это именно тот мужчина, роман с которым у вас до сих пор продолжается. Вы будете пытаться обрегнать человека по реальный образ и будете сталкиваться с тем, что у вас это получаться не будет и от этого вы будете еще больше призывать и обращать внимание на идеал. То есть иначе видно, что вы идеализируете программистом. Вы его идеализируете, вы приписываете ему те черты, которых у него, может быть, даже и нет. Вы видите то, чего, может быть, даже и тоже нет. И видите вы это потому, что вам отчаянно этого хочется. И именно в силу того, что вы обратили внимание на женатого мужчину, а с другим мужчиной у вас не получается, ну вот с точки зрения психологии у вас может быть страх близких отношений. С точки зрения психологии у вас может быть страх оказаться ответвнутой. Потому что вы строите отношения с тем мужчиной, с которым не дорожите, а отразить начинаете тем мужчинам, которые по вас не обращают внимания. Ну такого я имею ввиду откровенного внимания. То есть здесь может быть страх отношений. Здесь может быть кредитная травма от каких-то очень крепких и сильных доверительных отношений ранних. И некая идеализация этого. Здесь может быть просто неопытность. Неопытность в плане женской модели поведения у вас. Здесь может быть страх от отца одной. Страх нереза одной семью. А также вот, собственно говоря, потребностная сфера. Та самая, которая является самой больной и самой сложной для человека. Потому что когда вы говорите, я хочу доверительных отношений, это уже означает, что вы создали в себе некий идеал этих отношений, под которыми потом будете пытаться подогнать людей. Значит, что касается программиста. И это нужно сказать так. Вы можете делать все, что угодно. То есть вы можете заводить с ним разговор, вы можете разговаривать с ним об отношениях, говорить ему, что он вам нравится. Но, понимаете, если мужчина действительно к вам тянется, если мужчине вы действительно нравитесь, а он знает, что вы свободны, так как обручаемого кольца у вас нет. И он видит, как вы с ним общаетесь. И как он с вами общается тоже. Так вот, если мужчина действительно интересуется вами, то он сначала, наверное, все-таки уйдет от своей жены. Ну, чтобы быть свободным и чтобы с вами совершенно спокойно взаимодействовать. Или тогда вы снимете обручальное кольцо. Хотя бы из уважения к вам. Все это он сделал бы, если бы действительно вами дрожил. Но то, что он не сделал этого, не снял обручальное кольцо, говорит о том, что либо он не имеет к вам никаких чувств, и общается с вами очень везливо. Просто потому, что человек везливый. Либо это связано с тем, что он не считает необходимым сниматься кольцо и относиться к вам уважительно. То есть, в любом случае, так или иначе, расклад для вас не самый позитивный. Я бы у вас спросил на самом-то деле, вот оба вам главный вопрос. Как так получилось, что вы обратили внимание на женатого мужчину и продолжаете о нем думать? И совершенно очевидно, что взаимности у него к вам нет. Совершенно очевидно, что вы его идеализируете. Совершенно очевидно, что вы считаете, что именно он даст вам то, чего вы хотите. И тогда можно говорить о склонности к завершимым отношениям. Тогда можно говорить о переносе ответственности себя на другого человека, на других, но не на себя. И тогда можно говорить о, как я уже вам отметил, идеализации человека. Но не только они. Да. Вполне возможно, что у вас эмоциональная зависимость. Эмоциональная зависимость. Эмоциональная зависимость скрывалась, связана с тем, что вы считаете, что именно с этим мужчиной Вы будете счастливы Вы считаете, что именно этот мужчина Сможет вас сделать счастливой Ну и, собственно говоря Это и самая большая ловушка Потому что Счастливой Вы Являетесь Сами при себе А приори Если это Не так Если вы не являетесь Счастливой априори То вам нужно сперва Ей устать Вам нужно сперва стать независимой Вам нужно сперва стать самодостаточной Вам нужно сперва стать равноправной И определить четко Чего вы хотите для себя Каких отношений Какого мужчину вы хотите рядом с собой видеть И не соглашаться Что ни на что меньше Чем быть для него единственным Так поступает человек Который Любит себя Уважает себя И ценит себя Я могу сказать, что Исходя из вашего сообщения Нельзя все отслывать Что вы себя любите Что вы себя цените Что вы себя уважаете Что вы считаете себя самодостаточной Что вы не зажаты Что вы Считаете себя достойной И так далее Понимаете Вы можете безусловно Жалеть об упущенных Возможностях Если Не сделаете Наверное Того Чего хотите Я это понимаю Поэтому Для вас будет Полезно Все это так Вы Начинаете Консультироваться У психолога Которого Выберете На нашем ресурсе И Параллельно с этим Хотя бы Ознав Все то Что я вам Сказал Сейчас Вы можете Написать Человеку Или Сказать ему Лично Что Он вам нравится Просто Чтобы Подтвердить Или опровергнуть Свою версию Вам это Гадать Можно очень долго И Ничему Хорошему Мы Через Гадами Не придем Но Тем не менее Это Единственный Для вас Выбор И Если он Скажет вам Что Прости Те Или Прости Но Я женат Я люблю Свою жену Я дели ответ Не смогу Ответить Взаимности То Вы Спокойно Это Принимаете И Если вы Сделаете Дальше Продолжаю Развиваться В тех Направлениях Которые Я назвал И Делаю Выводы Но Уже По крайней Мере Перевернув Эту Страницу И Четко Для себя Завнал Что Все Что Вы Могли Сделать Вы Сделали Если Представить Себе Что Мужчина Скажет Вам Что Да И Вы Или Ты Мне Нравится Да Необходимо Поставить Жесткие Условия Которые Казаются Ваших Интересов Что Если Мужчина Испытывает Симпатию К вам И хочет Быть С вами То Соответственно У него Проблема С женой И Если У него Проблема С женой Путин Да Понять Что От Жены Он Уходит И Только Тогда Вы Готовы С ним На Сближение Это Единственное И важное Условие Для Того Чтобы У вас Что С ним Получилось Но Ни В коем Случа Не Вступать В отношении С женатым Мужчиной Ибо Это Ведет К Зависимости К Унижению И По Сути Дело К Вашему Уничтожению К Женщины Женщины С Большой Буквой Я бы сказал То есть Женщина Ведет Имя Собственно Я Это Имя На этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие-то Вопросы Остались Пишите В личку Помогу Если Вам Понравился Мой ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи